Продолжение следует... 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 — Спасибо большое, Юрий Александрович. Конференция проходила на базе Вашего института, Института российской истории. Ну, в общем-то, это понятно. Почему? Потому что фигура Александра Яневского об этом уже упоминалась. Ключевая фигура российской истории. Пожалуйста, Вам слово. — Да, спасибо. Начну с того, с маленькой детали, говорящей много о значимости фигуры Александра Ярославовича. Он единственный из исторических деятелей России, чьи ордена, ордена его имени входили в капитул орденов и Российской империи, и Советского Союза, и нынешней Российской Федерации. — И это говорит о том, что фигура Александра Ярославовича — это фигура национального масштаба. Недаром Станин Ильич упомянул об этом конкурсе «Имя России», он уже прошел довольно давно, но действительно он был отмечен как наиболее выдающийся и известный деятель, и достойный деятель в российской истории. — Поэтому 800-летие Александра Ярославовича — это, конечно, огромная дата, которую мы забывать не должны. Я тут напомню, что 300 лет назад Петр Великий помнил об этой дате, тогда исполнилось 500 лет со дня рождения Александра Ярославовича, и в этой связи были мощи святого князя перевезены в новый город Петербург, основана Александровская лавра, ныне существующая. — Ну, соответственно, и юбилей 800-летия, я думаю, что для нас столь же значим и памятен. Поэтому наше сообщество, что называется, собралось силами, мобилизовало все наши ресурсы. И я должен здесь подчеркнуть, что российское историческое общество играет у нас сегодня очень заметную роль нашей такой организации, которая объединяет все наше профессиональное сообщество. И хочу подчеркнуть, что наши партнеры сыграли очень заметную роль. Это Институт археологии Академии наук. Действительно, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда события 800-летней давности, они, в общем-то, все по письменным источникам известны. И источники эти, в общем-то, уже вряд ли пополнятся какими-нибудь серьезными новыми открытиями. Но вот археологи дают нам возможность все время пополнять наши знания за счет того, что появляются новые находки, новые интересные открытия, которые вместе с историками можно обсуждать, интерпретировать археологические данные в соответствии с историческими методиками. И таким образом выстраивать такую общую нашу картину. Я должен сказать, что с археологами мы работаем уже давно и плодотворно. Николай Андреевич скажет, наверное, об этом и отдельно. Но хочу подчеркнуть, что доклады археологические, так называемые, на нашей конференции были весьма информативны и познавательны. Что касается самой... Да, и еще журнал «Древняя Русь», я должен упомянуть, как наш организатор этой конференции. Это новый журнал, посвященный вопросам медиевистики, то есть средневековой Руси. Этот журнал играет сейчас важную, объединяющую роль всего нашего исследовательского сообщества. Конференция, мне кажется, удалась, поскольку получилось собрать все лучшие силы нашей исторической науки, но и не только нашей. У нас были гости из других стран, в частности, из Белоруссии была целая делегация. Были в условиях продолжающейся пандемии, были онлайн-доклады из Хельсинки, из Лос-Анджелеса, из других зарубежных центров русистики. Одним словом, 70 примерно докладов было заслушано, которые осветили фигуру Невского, я считаю, вполне точно и достоверно. Мы исходили из того, что задача исторической науки, прежде всего, исследования того, что нам известно, того, что было в истории. Возможны новые интерпретации, новые постановки вопросов. Сейчас они в медиа, в общественном пространстве, в общественном сознании очень распространены, я знаю. Это так называемый вопрос о выборе пути, который якобы сделал Александр Невский. Подробнее об этом скажет Антон Анатольевич Горский, у него есть специальные работы. Но я хочу подчеркнуть, что нам кажется, что такого рода акцент на выборе цивилизационном – это некая примысленная конструкция. Это такая альтернатива, которая, в общем-то, реально не существовала. И делать на этом акцент и на этом основании записывать Невского то ли западники, то ли восточники, мне кажется, и большинство наших исследователей с этим согласны. Оснований серьезных нет. Хочу сказать, что мы на конференции, была проведена презентация, вышло два журнала, специальный номер, посвященный юбилея Александра Ярославовича. Это хочу показать журнал «Историк». Кто хочет узнать больше о деятельности князя, пожалуйста, обращайтесь. И журнал «Исторический вестник». Номер тоже посвящен 80-летию Александра Ярославовича. Конференция прошла, я считаю, успешно. Мы подняли очень много вопросов, реальных, новых исторических гипотез, интерпретаций, данных. И образ князя, как мне кажется, сейчас предстал в более полном, в более завершенном, может быть, виде, чем представлялось ранее. Я уверен, что исследования продолжатся и нашими коллегами-археологами, и историками. Но та веха 800-летняя, которую мы отметили, я скажу так, перед Александром Ярославовичем нам было бы не стыдно. Спасибо большое, Юрий Александрович. Николай Андреевич, вот только что упоминался о роли Вашего института, института археологии в пополнении знаний об эпохе Александра Невского. Вот чем новым поделились на конференции археологи российские? Ну, вообще, середина XIII века время Александра оставил очень мало материальных следов, потому что это тяжелое время, когда мы видим, что развитие страны во многом, оно, так сказать, было, значит, остановлено внешними обстоятельствами. Но, тем не менее, эти свидетельства есть. И, во-первых, собрано большое количество печатей Александра Невского, около 140, более 140 печатей. Это свинцовые булы, которые крепились к документам, которые скрепляли, значит, какие-то документы, которые издавались от имени Александра. И само обилие их показывает о том, что это был князь, который был чрезвычайно активен в своей политической и административной деятельности. Большая часть этих печатей происходит из Новгорода, но они есть и на территории северо-восточной Руси. И широкая география печати показывает, что действительно Александр – это личность, так сказать, общедревнерусского масштаба, который действует на территории всей страны. Очень важны исследования некрополей. Все знают о том, что мощь Александра ныне находится в Санкт-Петербурге, но Александр был похоронен во Владимире, во Владимирском рождественском монастыре. И вот новое исследование, к сожалению, документации, которая была получена при раскопках этого некрополя в конце 90-х годов, позволяет уточнить, где именно находилась первоначальная могила Александра, где стоял его саркофаг, как выглядел этот элитный некрополь, очень известный в то время, но совершенно забытый. И вот, значит, уже впоследствии, вот в наше время, после перенесения мощей Александра в Санкт-Петербург. Очень важна локализация могил погребений сына и внука Александра в Переославском соборе. Наконец, очень важные археологические данные – это, так сказать, общее представление о состоянии городов Северо-Восточной Руси и сельских поселений в середине XIII века. Мы видим картину прекращения городской жизни на многих участках, которые были ранее застроены. Вот это ситуация очень сильных разрушений, и мы не видим никаких следов быстрого восстановления вот этой вот и городской жизни, и сельской жизни. И это помогает понять реальное состояние эпохи. Мы часто дискутируем о том, насколько силен был монгольский удар, какова была реальная ситуация, каковы были ресурсы страны. Мы видим сейчас, что ресурсы были сильнейшим образом подорваны, и это та ситуация, в которой Александр принимал свои конкретные политические решения. И вот это понимание эпохи, оно, конечно, очень сильно дополняется археологическими материалами. Так что археологическая составляющая современного видения этой эпохи сейчас очень велика. Спасибо большое, Николай Андреевич. Антон Анатольевич, тут уже было проанонсировано Юрием Александровичем, что ваши профессиональные интересы касаются темы выбора пути Александра Невского. И даже нам заранее часть вопросов пришла, которые как раз и касаются, кем же был Александр Невский, и что он сделал для России хорошего, а может быть не очень. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Надо сказать, что деятельность Александра Невского имела значительные последствия для Руси. Во-первых, две наиболее знаменитые битвы Александра на Неве против шведов и на Чудском озере против немецких хрестоносцев, они были не просто очередными сражениями, а во многом предопределили, собственно, северо-западные границы Руси. Потому что до XIII века на северо-западе не было границ с какими-либо государствами, там соседями были прибалтийские народы, которые еще находились на догосударственной стадии развития. А вот как раз в первой половине XIII века, с одной стороны, шведы начинают наступление на Прибалтику и занимают Финляндию, а с другой, восточная Прибалтика, сюда идет экспансия немецких хрестоносцев. И вот вопрос стоял о том, где будет предел этой экспансии. И те, и другие, и шведы, и немецкие хрестоносцы стремились перенести ее и на русские земли. И вот победы Александра, они, собственно, положили этому предел и определили границы новгородской земли, а позднее и российского государства уже, собственно, на многие века. Но были и другие последствия долгосрочной деятельности Александра. Но действительно, вот сейчас тогда, можно сказать, даже навязывается общественному мнению, что Александр сделал некий цивилизационный выбор между Западом и Востоком, выбирал, значит, оберениться ли с католическим Западом против монгольской экспансии или, значит, признать власть монгольских правителей и бороться с католическим Западом. Но реальной такой альтернативы перед ним не стояло, потому что, во-первых, не было реальной возможности объединения какого-то западноевропейских сил против монголов и союза с русскими князьями, а, во-вторых, и главное, основные черты зависимости от монгольских правителей установились в 1240-е годы, в первой половине еще 1240-х годов, когда Александр княжил в Новгороде и принадлежал к князьям-младшим. Он не определял общерусскую политику, и когда он вышел на первый ролик, в конце 40-х годов, ему приходилось иметь дело с уже сложившейся ситуацией. Но были другие, немножко как бы оставшиеся в тени долгосрочные последствия деятельности Александра. Во-первых, именно при нем политический центр Руси утвердился на северо-востоке. В домонгольский период Киев вплоть до Батыева нашествия сохранял значение номинально главного центра Руси. Александр получил княжение и в Киеве, и во Владимире, и был и новгородским князем. И центром своих владений он избрал именно Владимир. Результатом этого было впоследствии, уже при его потомках, было то, что именно северо-восточная Русь стала ядром нового российского государства. Владимир столица, затем уже Москва. И второе, при Александре установилась новая система отношений князей и Новгорода. Теперь новгородцы уже не могли приглашать князей из разных русских земель по своему усмотрению, а признавали своим князем того, кто сидел на великокняжеском столе во Владимире на Клязме. И это тоже впоследствии уже в XV веке, когда речь зашла о присоединении Новгорода и новгородской земли к формирующемуся российскому государству, сыграло свою роль. Правильно ли я понимаю, что однозначные суждения о роли Александра Невского в русской истории, они в принципе неправильны? Это я, собственно, пытаюсь задать вопросы, которые к нам пришли от коллег-журналистов, которые вот как раз и касаются той темы, которую вы сейчас затронули в своем выступлении. Был ли Александр Невский верным служителем золотой арты? И, собственно, это помогло ему в какой-то степени победить захватчиков Запада. Вот насколько верны подобные утверждения? Это вопрос от кубанских вестей и от Игоря Николаева, который даже приводит высказывания академик Ирана, историка Валентина Янина, который упрекает Невского в том, что он заключал союз с Ордой. Ну, здесь надо, во-первых, сказать, что когда основные сражения Александр выдерживал против шведов и ливонских рыцарей в 1242-м годах, монгольское войско находилось в Венгрии и на Балканах. То есть никакой, соответственно, здесь помощи, вопрос не мог стоять в принципе. И впоследствии при Александре тоже были там еще столкновения и со шведами, и с ливонцами, но никакой вопрос о помощи из Орды не стоял. Позже будет при его преемниках такой эпизод будет, когда ливонские немцы испугаются, что присоединится татарское войско к новгородцам и заключат мир на новгородских условиях. При Александре ничего такого не было. Что касается подчинения Новгорода, ну, здесь Ордынской власти, действительно, Новгород завоеван не был, и только в конце 50-х годов вынужден был признать Ордынскую власть. Ну, действия Александра здесь связаны были, конечно, с тем, что речь стояла о его власти над Новгородом. То есть он, как верховный правитель Руси, вынужден был участвовать в мероприятиях по переписи населения для сбора Дании. И если бы Новгород вышел из подчинения и не подчинился этому требованию, то это означало бы, что его власть над Новгородом кончилась. А он старался управлять Новгородом очень жестко. За это в Новгороде, кстати, далеко не все его любили. Спасибо. Пришел вопрос от вестника Сибирского отделения Академии наук, Валерия Милованова, вернее, два вопроса. Первый вопрос, я полагаю, могут прокомментировать все участники сегодняшней пресс-конференции. Итак, вопрос. Практическая польза от изучения истории только в том, чтобы суметь бесстрастно понять и не повторять ошибок прошлого. Какие ошибки Невского надо не допустить нам? Кто готов начать? Ну, я бы сказал, вопрос такой немножко спесивый. Ошибки Невского. Вы, вообще говоря, сначала познакомитесь с жизнью этого человека. Он родился за два года до битвы на Калке, первом сражении с монголами, которые проиграли русские князья. А когда Батый напал на Русь, ему он был совсем еще в юношеских летах. Тем не менее, что он сделал? Он защитил вот эти самые северо-западные рубежи Руси. 19-20-летним юношей он разбил и шведов, и тевтонов. Мне кажется, что мы должны сейчас говорить не об ошибках, а о его славных деяниях. Не зря же именно его в 16 веке при Иване Грозном канонизировали как святого, как фигуру человека, который защищал Русь. И вот это, мне кажется, к вопросу о том, можно ли давать однозначные оценки. Безусловно. Александр Невский – великий защитник Руси. И вот поэтому и память о нем так у нас в нашем народе крепка. А ошибки, он, конечно, святой, но он и человек, конечно, ошибки-то и были. Но давайте помнить о том, что сделал, что великого он сделал. А сделал он немало. Спасибо. Николай Андреевич, прокомментируйте вопрос. Мы не настолько подробно знаем биографию, личную историю Александра Невского, чтобы могли судить о его ошибках. Мы видим последствия его деятельности политической, военной. И эти последствия, в общем, они... Александр сохранил единство идентичности, политическое единство страны. И в этом главный итог его деятельности. И мы должны оценивать его личность с этой стороны. В этом его значение. Знаете, я не думаю, что коллегам из Сибири, авторам вопроса, грозит повторение ошибок Александра Ярославича. Они живут и работают в совершенно других обстоятельствах. И смысл изучения истории далеко не только в том, чтобы избегать чьих-то ошибок. Изучать историю нужно для того, чтобы понимать тенденции, понимать тенденции, понимать, откуда что взялось. И в этом смысле, если мы говорим об истории российской государственности, об истоках российского суверенитета, то здесь есть в российской истории несколько ключевых абсолютно фигур. Александр Ярославович Невский – одна из них, о чем убедительно Юрий Александрович Петров сказал. – Спасибо, Антон Анатольевич. Продолжите? – Вопрос немножко напоминает какое-то заседание по Литберу. Вопрос об ошибках товарища Невского. – Нет, мне вспомнилось из советских времен. Там рассказывали такую байку, что вот какой-то человек западный спросил, будучи у советских студентов, спросил, а вот какие ошибки были у Владимира Ильича Ленина. И студенты не ответили, а смотря с чьей точки зрения. Если с вашей, то Ленин – сплошная ошибка. Вот так тоже. С точки зрения римских его папы, скажем, Александр, наверное, сплошная ошибка. Он отказался от унии. Ну и так далее. – Тогда следующий вопрос от Валерия Милованова. Мощи, хранимые в Лавре, действительно ли Александра Невского? Историк Черемин утверждает, что, судя по мощам, рост его был 1 метр 40 сантиметров. Так ли это? – Мощи Александра Невского в последние десятилетия никогда не изучались. Мы знаем о том, что это те останки, которые были взяты Петром из Рождественского монастыря во Владимире и перенесены в Санкт-Петербург. Вот история переноса, она хорошо документирована. Понятно, что вот эти мощи, почитавшиеся как мощи Александра, эти останки, до этого они горели, они поднимались из саркофага, у них была долгая история. Поэтому вот сейчас мы можем утверждать, что это те останки, которые 300 лет назад попали в Санкт-Петербург. Дальнейшие исследования антропологические, если они будут, они помогут, точнее сказать, что это за останки. Но факт, что это символический предмет для православного мира, для православного общества, и это, может быть, важнее, чем их, так сказать, научная сущность. Да, тут, видимо, еще коллегу интересует рост Александра Невского. В тот период действительно люди были такие низкоростные. У нас нет никаких данных о росте Александра Невского. Поэтому тут, так сказать, мощи должны, останки должны изучаться с других позиций. Значит, чем он болел, да, в каком возрасте он умер. Вот есть ли какая-то, так сказать, корреляция положительная между состоянием человека, останки которого находятся сейчас в Александра Невской лавре, и, значит, вот тем князем, который, значит, в чуть более 40 лет он умер воином и был погребен в Розьясовском монастыре. Это то, что наука сможет добавить, вот насколько исторический образ летописный соответствует состоянию этих останков. Так что, ну, это очень деликатная тема, и тут есть позиция церкви, есть позиция научного мира. Мы всегда готовы включиться в изучение этих останков, но никогда не навязываем свое, так сказать, свое участие, вот и, как бы, свои методы, потому что это очень деликатная, конечно, тема. Знаете, вот в первые годы советской власти, эта молодая советская власть дважды организовала такое кощунственное, на взгляд многих, деяние, по вскрытию раки Александра Невского и по исследованию его мощей. И вместе с останками была обнаружена записка, которая датирована концом XVII века. И в этой записке изложены коротко обстоятельства, которые предшествовали появлению этой записки, что вот мощь святого князя, они сохранились во время пожара в Христо-Рождественском соборе Владимира. И эта записка таким образом свидетельствовала подлинность этих мощей, во всяком случае, на время ее составления. Она сохранилась, эта записка, она хранится в архиве, в следственном деле. И сейчас как раз специалисты внимательно изучают ее на предмет, собственно, подлинности, на предмет достоверности, изложенных в ней сведений. Но это очень интересный документ. И осенью этого года на большой выставке в выставочном зале федеральных архивов она будет представлена. Любопытно. Я думаю, что эта информация будет полезна тем, кто действительно хочет посетить эту выставку. Следующий вопрос от Сергея Саравацкого, агентства городских новостей «Москва». Как вы считаете, стоит ли устанавливать в Москве новый памятник Александру Невскому? Где он должен появиться? Известно ли вам о таких планах? Кто готов? Я могу проинформировать. Эта информация является уже достаточно давно достоянием общественности. Сейчас ведется работа по сооружению двух памятников Александру Невскому. Один на территории Ленинградской области, в Тосинском районе, где однажды останавливался Александр Невский. Другой памятник, собственно, на берегу Чудского озера, предполагаемого места ледового побоища. Такая монументальная составляющая юбилея Александра Невского, она достойна. Я бы добавил к тому, что памятники, конечно, очень важны для сохранения исторического образа. Но не менее важно сохранение подлинных объектов, исторических ландшафтов, подлинной исторической среды, которая связана с именем Александра. У нас осталось не так много памятников, которые с ним связаны. Одни из важнейших – это, конечно, Переославский Спас-Преображенский собор, в котором был крещен князь, который был построен в середине XII века и который дошел для нас в практически неискаженном состоянии, где находится могила его детей и внуков. Конечно, необходимо завершить реставрацию собора, она не завершена, завершить его исследование, показать, так сказать, сделать там какую-то экспозицию, которая, так сказать, яснее покажет связь Александра с этим местом. Одного памятника недостаточно. Наконец, очень важно сохранить исторические ландшафты Переославского озера, ландшафты Клещина. Это территория большого городского поселения, которое соседствовало с Переославлем и которое в народной традиции также связано с именем Александрова. Один из городищ, несет название Александрова гора. Здесь нет достоверных сведений о том, что оно с Александром, так сказать, имеет связь, но невозможно представить, что Александр, Переославский князь, который провел свое детство в Переославле, не бывал в Клещине. Это та среда, в которой он вырос. И вот нам удалось в последние годы остановить застройку этих ландшафтов, сохранить археологические памятники. Я думаю, что мы и дальше должны продвигаться в устройстве здесь вот какой-то экспозиции, которая нас будет переносить в ту среду, которая окружала Александра, которая сформировала его личность. Я бы добавил, что памятники могут быть разными. И, кстати, в Переославле памятник тоже есть перед собором. По итогам нашей конференции принято решение о публикации хорошего большого сборника. К концу года он выйдет из печати, и все желающие могут ознакомиться с докладами, которые были сделаны на этой конференции. Я считаю, что этот памятник будет тоже вполне достойный. Памятник Семенового князя. — Илья Александрович, вот Вы сейчас упомянули о конференции, о сборнике, который будет опубликован. И до этого в своем выступлении Вы также говорили, что много зарубежных участников принимало участие в этом мероприятии. А вот чем Вы можете объяснить интерес иностранных ученых к личности Александра Невского? Через его образ они пытаются как-то осмыслить загадочную русскую душу? Или почему? — Ну, я должен сказать, что, вообще говоря, русистика, это всегда было на Западе, в том числе, довольно популярное направление исторической науки, изучение России. Россия всегда привлекала к себе интерес, особенно после Второй мировой войны, когда Советский Союз стал великой мировой державой. Интерес был огромен, и там шли даже огромные вливания денежные на развитие всякого рода советологии и изучение России. Поэтому это меня не удивляет. Но сейчас этих вливаний нет, это скорее энтузиасты этим занимаются, люди, которым история России интересна и близка. И не обязательно они, бывает, что они связаны каким-то родственными отношениями с Россией, но не обязательно. Есть и люди, для которых просто история России — это вот такая увлекательнейшая история, с которой они просто получают большое удовольствие от занятий этим. Да, у нас были доклады, например, из Финляндии, человек осматривал вопрос о поездке Гевского в Каракару, в ханскую ставку Орды. Казалось бы, где Хельсинки, где Москва, где Каракару, и такие примеры есть. И это, на самом деле, настолько обнадеживает, потому что современная наука — это не только синтез разных дисциплин, о которых я сегодня говорил, но и соединение усилий ученых разных стран. Это вполне естественное, я бы сказал, нормальное явление. Спасибо. Спасибо. Я бы добавил, что образ Александра как правителя ориентированно на восток, на восточные ценности, он ведь родился в евразийской историографии, мигрантской историографии, то есть на Западе, в западной, в общем-то, в той части русско-исторической науки, которая являлась на Западе. Поэтому именно на Западе этот образ очень, так сказать, устойчив, и постоянно появляются какие-то новые его трактовки, новые версии. Так что вот здесь очень парадоксальным образом это понимание к нам пришло до Запада, и оно продолжает как-то развиваться, переосмысливаться. И понятно, что всегда идут дискуссии, и всегда есть такая дискуссия между пониманием Александра в контексте геополитическом, символическом и историческими реалиями. Я думаю, что заслуга нашей конференции в том, что нам все-таки удалось серьезно вернуть образ Александра в контекст реальной истории, в свою эпоху, и сделать его снова предметом исторического изучения, а вот не таких общеисториасовских рассуждений. Спасибо. Антон Анатольевич, про памятник хотите добавить, или вот продолжить ту тему, которую обсуждают ваши коллеги? Да, но насчет памятника, конечно, в Москве, речь витечла в вопросе именно памятники в Москве, полагаю, что он необходим, потому что все-таки Александр был родоначальником династии московских князей, затем царей, именно от его младшего сына Даниила, эта династия пошла. Что касается исследования Александра Невского за рубежом, то их значительное, относительное количество, оно, опять же, обусловлено ролью Александра в отечественной истории. И вот, собственно, за два десятилетия 21 века, помимо множества статей, вышло две монографии за рубежом об Александре. Так что популярность его не только в нашем отечестве наблюдается. Спасибо. Тогда логично следующий вопрос от Максима Сосина. Существует ли рецепция образа святого князя в российской культуре и культуре восточнославянских и западнославянских народов 14-20 веков? Такой масштабный вопрос. Можно только сказать, что весь образ Александра это в значительной степени рецепция. И его образ в литературе, в агеографии, и его образ в иконописи, и почитание его в церковном строительстве, и храмы, посвященные ему, и кинофильмы, которые, то есть, тот образ, который нам наиболее знаком, наиболее привычен, в общем, всем. Так что здесь, так сказать, это огромная тема. И само изучение, формирование памяти, об этом уже говорил Константин Ильич, это вот такое самостоятельное направление, очень важно понять, как она формировалась, она огромная. Так что вот коротко ответить на этот вопрос, наверное, никто из нас не сможет. Да, тема еще одной конференции. Да, я, может быть, добавлю, что в дни работы нашей конференции вышла книга, большая книга, посвященная Александру Невскому, его образу и в агеографии, и в искусстве, в живописи. Эта книга была выпущена издательством «Лето», она называется «Блистая славою» о святой благоверной князь Александр Невский. Там материал, вот этой самой рецепции его образа, в том числе и за рубежом, он широко представлен. Рекомендую к ней обращаться. И добавлю только, что образ Александра это образ, который сопровождает всегда так называемый русский мир. Мы все знаем, что самый главный собор русской эмиграции в Париже был собор и остается Александра Невского. Такой же собор был в Варшаве, но был разрушен польскими властями. В Софии есть собор Александра Невского. Это святой, один из самых почитаемых и нашим русским миром, и, соответственно, через этот мир и в сопредельных странах. Спасибо. Спасибо. Еще было добавление? Можно добавить, что на конференции, о которой сегодня идет речь, значительная часть доклада была посвящена именно восприятию образа Александра в последующие века, вплоть до наших дней. Вопрос от Игоря Семенова. Расскажите, пожалуйста, о Бортине Александра Невского. Почему орден имени православного святого был даже в атеистические времена Советского Союза? Вы, кстати, Юрий Александрович, в самом начале своего выступления говорили об этом. Продолжите? Ну, причина, мне кажется, очевидна. И тот, кто помнит фильм, гениальный фильм Эйзенштейна, Александр Невский, который, кстати говоря, и Сталин обожал этот фильм, тот, конечно, понимает, что там выведен был в фильме именно не святой, а защитник Отечества, великий князь, который побеждает западных врагов. Поэтому во время войны с продолжателями дела тевтонских рыцарей образ Александровневского, конечно же, был самым актуальным. И поэтому именно, я думаю, его взяли в пантеон, так сказать, в капитул советских орденов. Ну, а напомню, что там были же еще ордена и Ушакова, и Суворова, и Кутузова, не святых и не деятелей советской эпохи, но великих полководцев. Именно тогда началось обращение, как мне кажется, в связи с войной, обращение к славной нашей истории, военной истории, и использование образов великих предков для награждения героев Отечественной войны. Спасибо. Пришел вопрос от Марьяны Куловой. Она интересуется, можно ли посмотреть запись конференции, которая проходила в вашем институте, или она просто запись не велась? У нас есть пресс-секретарь института, Юлия Филина. Вы можете ответить, Юля? Вас никто не услышит. Сейчас вам дадут микрофон. Дадут микрофон просто. Да, запись велась, и чуть позже мы выложим все доклады конференции на нашем YouTube-канале Института российской истории. То есть можно будет найти, зайдя на ваш сайт, там будет ссылочка, где посмотреть. Да, обращайтесь к сайту института. Спасибо, Константин Ильич. Следующий вопрос, судя по всему, касается вас, поскольку он затрагивает итоговую большую конференцию Российского исторического общества, которая будет 30 июня. О чем пойдет речь? И, собственно, какие темы будут обсуждаться? Сможете приоткрыть тайну? 30 июня состоится ежегодное общее собрание, на котором подводятся итоги прошедшего года, намечаются планы на будущее. Конечно, много всегда накапливается, собирается темы для обсуждения. Это, конечно, и организационные вопросы тоже, потому что предстоит принять новых членов, принять решение об открытии новых региональных отделений Российского исторического общества. Но мы поговорим о каких-то общих вопросах, о том, что значит сегодня история для всего российского общества. поговорим о том, как обстоит дело с образованием и с изучением региональной истории в регионах нашей страны, и с высшим историческим образованием. Я думаю, будет интересный разговор, интересная дискуссия. Ну что ж, спасибо, насколько я вижу поток вопросов от коллег-журналистов и всех заинтересованных зрителей ИСЯК. Мне остается поблагодарить вас, уважаемые гости, за интересный разговор. Ждем вас вновь на нашей площадке. Всего доброго, до свидания и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.